Василий, он же Владимир, он же Володимир, он же никакой, не царь, вообще не век там никакого отношения, как мы к нему. Значит, это киевский князь, причем есть мы совершенно непонятно, Москвы никакой не существовало, когда он жил. И шапка Мономаха появилась позже, а он, этот непонятный тип, изображен на статуе в шапке Мономаха, это очень, конечно, комически все. Там, если встать в определенном ракурсе, еще звезда над ним горит советская, масонско-советская. Ну что, это такие судороги, конечно, это все снесут, безобразие переплавит, но сейчас это гадость, уродство, которое уродует исторический облик Москвы, стоит. Мы пытаемся все время, но не мы, наше дивное правительство, пытается каким-то образом пришвартовать лишним смыслом Крым, к нам Крым пришвартовать. Ведь если есть уверенность, что он наш, так зачем столько доказательств? Понимаете, я не знаю, зачем. Ну, там, крестил дружину, крестился, да, нужно было пойти за дочкой византийского императора. Но, понимаете, он же садист, насильник, убийца, причем маньяк-убийца и вероотступник к тому же. Видимо, этих доводов хватило нашему правительству, чтобы вот так вот радоваться и поставить ему памятник, открывать. Да, была вдова Солженицына, в общем, Солженицын как раз и проповедовал вот такой бородатый русский мир, так что все нормально. И кроме того, конечно, фон тоже просто так одним гулагом не намолишь, да, и одним евангелем. Поэтому все очень, как все логично, ведь памятники, они водружаются не прошлой эпохи, а всегда нынешней. Это памятники нынешней эпохи. Продолжение следует...